Дорогие друзья, во-первых, еще один горячий привет из Москвы. И не только из Москвы, потому что я думаю, что сейчас за этим митингом смотрят по крайней мере тысячи людей по всей стране. Потому что этот митинг является частью большой всероссийской кампании. И это принципиально. Этот митинг в Петербурге является событием российского масштаба. Этот митинг принципиально важен для того, чтобы не прекращалось, не гасло сопротивление. Потому что правящий класс, правящие круги прекрасно понимали, когда вводили пенсионную реформу, что да, конечно, люди будут спущаться, да, конечно, люди будут недовольны. Но нужно погасить это пламя. Нужно сделать так, чтобы люди устали и перестали сопротивляться. И когда они перестали сопротивляться повышению пенсионного возраста, можно будет вводить новые, еще более людоедские, еще более отвратительные реформы, еще более грабительские меры. Вы прекрасно понимаете, те, кто собрались здесь, что повышение пенсионного возраста это только часть большого пакета. Большой пакет людоедских подарков от правительства и правящих кругов. И остановить их надо сейчас, потому что потом будет очень поздно. Потому что каждый день, каждую неделю, каждый месяц продолжение этой политики, каждый день, каждую неделю, каждый месяц пребывания этих людей у власти, это постепенная, но нарастающая катастрофа для всей страны, для всего народа. И поэтому вы должны не прекращать борьбу. Самое главное сейчас, это продолжение сопротивления, продолжение борьбы. Говорить о том, какая плохая реформа, в общем, сейчас, здесь уже бессмысленно тоже все это прекрасно знают. Если бы вы этого не знали, вы бы сюда не пришли. Но самое главное, это понять нашу ответственность. Мы не должны останавливаться. Главное, чтобы борьба не прекращалась, чтобы этот митинг не был последним. Чтобы он был началом разрастающейся волны, поднимающейся волны, а не итогом какой-то небольшой кампании завершившейся неудачи. Нет, мы должны бороться и не просто попротестовать для галочки, чтобы сказать, да, вот мы молодцы, мы протестовали, ну и мы ничего не смогли сделать, ну и пошли домой. Нет, мы не можем себе этого позволить. Мы должны понимать, что нельзя останавливаться. Еще раз, нельзя останавливаться, надо продолжать борьбу. И это не конец, это начало. И это начало не просто борьбы против повышения пенсионного возраста. Это начало решающей борьбы за то, чтобы страна стала свободной и за то, чтобы наш социальный порядок изменился. Поэтому мы будем продолжать борьбу. Борьба продолжается. Спасибо. Продолжение следует...